Доброе оранжевое утро, друзья! Сегодня с вами в студии Станислав Чибриков и Анастасия Фехелова и мы отмечаем замечательный праздник – День Друзей. А лучший друг человека кто? Правильно, собака. Поэтому у нас сегодня три лучших друга человека в студии и их руководитель Екатерина Юханова, Андрей Серовчин. Здравствуйте! Здравствуйте! Их родитель, можно так сказать. Да, да. Так будет правильнее. Екатерина, познакомьтесь, пожалуйста, с вашими верными, надежными, лучшими друзьями. Это наш единственный в стае мужчина – это Буран. Наша девочка Ариша и, можно сказать, совсем недавно к нам попала – это Жужа. По сравнению с другими членами стаи, она у нас новенькая. Жужа – это шпиц, все верно. И, конечно, красотки Хаски. А Хаски к вам уже попали в маленьком возрасте, с щенками? Буран – нет, он тоже случайно ко мне попал уже, наверное, ближе к году. А Аришку – да, щенков я сама выбираю. Еще раз, Буран, Ариша и Жужа. И Жужа. И Екатерина Юханова – дрессировщик. Вот, у нас сегодня необычные друзья. У нас дрессированные собаки, Хаски. Кстати, ты хоть раз видел дрессированных Хасок? Ни разу, поэтому… Покажите нам что-нибудь, Катя. С удовольствием. Так, а Жужа будет принимать участие? Жужа по настроению. Или она просто красивая, да? Больше – да. Хаски работают, а Жужа красивая. Аришенька, пойдем. Буран, ко мне. Буран, 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 буран. Ария, Буранчик, иди ко мне. Жужа. Буран, встань на место. Молодец. Бураша. Ариш, пойдем ко мне, девочка. Ария, Ария, ко мне. Буранчик, ай да умница. Ария. Ария, хорошо. Домик, девочка. Встали. А, смотри, в эти булочки встали. Ай да умница моя. Хорошая девочка. Ария, ко мне. Вольтик сделай. Браво, девочка. Воль. Ай да умница. А еще Вольт сделаешь. Ты умная моя. Пойдем ко мне рядом. Рядом ко мне пойдем. Сидеть. Сидеть. Сидеть, девочка. Сидеть. Сидеть. Обними. О, обними моя. Ария, на место встань. Умница. Буран, дружок, иди ко мне, мой хороший. Тебя приди, мой товарищ. Да. А Буран у нас сегодня влюбленный. Буран. Ай да умница. Хороший мальчик. Как ты красив. Давай. Вот умница моя зорка. Давай, давай, давай. Как ты замечательно ходишь. Ай да умница. Вот так. Молодец. Хорошо. А теперь пойдем в дом. Молодец. Хорош. Бураша. Давай, 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 давай. Умница. А еще сделай. Давай, дружок. Молодец. Сидеть. Да как у вас все отработано, Екатерина? Дима, хорошая. Браво. Сидеть. Жуженка, иди ко мне. Сидеть, дружок. Сидеть. Буран, сидеть. Сидеть. Хорошо, умница. Жужечка. Апаньки. А Арину, как поставили, так она и стоит. Сидеть. Сидеть. Лапочки. у меня не делаешь, умница... Лапочки. Лапочки. Сидите. Давай скорей девочка! Жюжу-жю. Бальсики. Какое время. Давай, красота. Привет, Жу! Камни, камни. Сидеть, 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 как-то вот так здороваешься со всеми, да, привет, 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 ну все, молодцы, браво, 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 молодцы, актеры, ко мне ваша актриса пришла, ближе, блядельные хаски очень любят людей. Екатерина, вот смотрите, у вас непростое сегодня поведение у Бурана, вы сказали в куларах, что он влюблен и страдает, вот чтобы у нас зритель понимал, что с собакой что творится. Ну, дома у меня еще одна девочка хаски молодая, вот, ну, Буран. А так он по ней страдает? Да, он переживает, что его забрали от нее. А, и кто знает, чем она там сейчас занимается? Екатерина, насколько, вот, я читал, насколько рассказывали, хаски вообще такие существа, которые очень трудно поддаются дрессировке, потому что это и веселые, и игривые, то есть она ровно до того момента поддается дрессировке, пока сама хаски это хочет. Ей это надоело, а она дальше играть убежала? Ну, я не соглашусь с этим. К собаку главное заинтересовать, неважно, какой она породы, будь то хаски или среднеазиатская овчарка, на мой взгляд, хаски дрессируются очень легко. Надо просто находить подход к собаке. Другой вопрос, что у них нет такой, как сказать, преданности, что они не будут ходить вот так за человеком и ждать, когда же, когда же мне вот скажут, что делать. Надо обратить внимание. Да, то есть они, можно сказать, немного больше сами по себе. Не сказать, что они там не любят хозяев, нет. Птица вольная просто, да? Да, они очень самостоятельные ребята. Ну и любят, конечно, посвоевольничать. Но в плане, когда с ними учишься чему-то новому, это одно удовольствие. У меня есть опыт работы с другими собаками. Ну и вот. А вот именно эти собаки, хаски, сколько с вами уже времени? Буран у нас уже, можно сказать, скоро будет пенсионером. Ему 10 лет уже. Да. А влюбился как мальчишка. А влюбился как мальчишка, да. И страдает. Да, ничто не поделать тут уже. Оришке 7 лет. Ну и вот, Жужечке 2 года. И всей большой командой, где вы проживаете, скажите? Мы живем в квартире. В обычной? В обычной. В обычном доме? В обычном самом доме. И хотите привет соседям передать? Могу передать. У нас все хорошо с соседями. А вас все любят? Конечно, еще бы Жужу. Я бы Жужу видела. Ну, не все обязаны любить собак. Кто-то не любит детей, кто-то кошек, кто-то собак. Ну, мы стараемся никому не доставляться, неудобств. Если что-то не так, извините. Правда, стараемся. Скажите, вот мы тут видим три артиста. Представлено вообще в вашем коллективе сколько артистов? Пять. Пять, да? Да. Это кто еще у нас? Это у еще одна вот сибирская хаскира. Мувеста. Зазноба Бурана. Невеста, невеста. И? И дворняжка Клепа. Ей уже 12 лет. И подумаем, что в этом году уже действительно пора Клепочке на пенсию. То есть она не будет выступать? Ну, уже хочется пожалеть собаку. Хотя она рвется, конечно, в бой. Собакам сложно уходить на пенсию. Не лишайте ее. Я не могу не гладить, хочется жужу. Я не могу просто. Мне кажется, жужа это на растерзание детям, да? Когда вы приходите на какое-то мероприятие, начинается дискописка. Знаете, мне кажется, родители думают, что я какая-то очень злая. Потому что я сама как мама слежу. Не трогайте моих детей. Не обижайте, за хвостики не трогать, за лапки не дергать, за усики тоже не трогать. Оберегай. Ну, вообще, да, конечно, дети в первую очередь бегут трогать жужу. А как вам, Екатерина, как вам пришла идея начать такое, как сказать, воспитывать собак, хасок, неважно, и вообще, заниматься дрессурой, да? Собаками я занимаюсь с 10 лет. Закончила я образцовую цирковую студию «Верные друзья» в Первомайском районе под руководством Розенковой Татьяны Ивановны. Вот, и когда мы закончила, закончила университет, мы уехали на долгие гастроли, меня не было в стране 3 года. Собственно, там и появились Буран и Ариша, уезжала я. Так они еще иностранцы уже? Они иностранцы, да. Наверное, поэтому Буран не совсем понимает. И ведет себя вальяжно тогда. Ариша, ко мне. Сам себе предоставлю место сидеть. Да, я туда уезжала с тремя собаками, вернулась с пятью сидеть. А где вы гастролировали, как это все происходило, на чем вы передвигались, перебирались? Сложно очень перевозиться? Да, сложно. Очень. С животными очень сложно. Это такие нервы и животным, и тех, кто их везет. Мы ехали туда на поезде, потом мы ехали на пароме. Туда это куда вы откроете тайну? В Турцию. Вот. Вы гастролировали в Турции? Да, 3 года. Интересно. Мы работали в Шапито и по домам культуры, по театрам, по праздникам, ярмаркам. Вот, по истечении трех лет я вернулась обратно домой. Как вы попали в Шапито? Откуда вы узнали? Вы ехали целенаправленно уже туда? Да, конечно, целенаправленно по контракту. Ехали туда работать по приглашению. Знаете, мы давайте прервем наш интересный диалог с вами буквально на небольшой промежуток времени впереди. Новости, прогноз погоды и звездный прогноз. Не переключайтесь, будет интересно. Всем тем, кто только что присоединился, доброе утро, друзья, присоединяйтесь, отмечать необычный праздник, День друзей. И у нас в гостях сегодня Екатерина Юханова, дрессировщик со своими лучшими, верными и надежными друзьями. Так вот, друзья, если вы хотите увидеть милоту, то не переключайтесь. Стас. Стас, Стас милота, да? Так, давайте, подержи, подержи. Боже ты мой, какая прелесть. Вот она, милота. Стас и Жужа. Стас и Жужа. А тем временем, да, наши гости Екатерина покажут. Буран, Оре. Буран ко мне. Буран ко мне идет. Оре. Это прелесть. Ко мне, ребята. Буран. Ай да, молодец. Умный пес. Ариша, давай, красота. Ух ты. Бураша. Бураша. Молодец. Та-та-та-та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Ну, что вы меня позорите? Ну, что зацепите. Ари, хорошо? Сегодня их день, день друзей. Буран. Молодец. Буран ко мне идет. Хорошо. Лапы пошли. Могут тебе показать. Ари, скорее. Лапы. Хорошо. Ариша. Лапы. Ари, лапы пойдем. Лапы, девочка, молодец, Буран, лапы, хорошо, лапы, Ария, лапы, Ария, лапы идет, хорошо, Буран идет, лапы, хорошо, Ариш, лапы, вообще забила на меня, Ариш, поклон, молодцы, не идешь, иди сюда, и, ап, Буран, фу, хорошо, Ария, ну, он как бы говорит, что... Ария, аплодисменты, хорошо, и, ап, Буран, Ария, ну, хотя бы так, да, иди ко мне, Буран, Буран, танго, иди, танго, иди, хорошо, Ариш, Ариш, ну, давай, вставай, Ариш, танго, вообще не более управляю, вы не знаете, с ними, офф, Ариш, танго пойдет, Ари, вот так, Ария идет, меня ваши актрисы обступили, сидеть, 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 все, молодец, ай, да, браво, я не даю вам красивую актрису, а Ариша так встала, как будто бы наказана, да, вот смотрите, Екатерина, наблюдала я за вами, Вы так с ними мило, осторожно, так аккуратно разговариваете, всегда ли это в повседневной жизни, или бывает, что строжитесь? Ну, бывает, конечно, всякое, ну, в основном, конечно, кому захочется работать, если на него кричат Угу, то есть, поэтому у вас стратегия очень мягко, нежно Конечно, и им же надо как-то их благодарить, никто же за спасибо просто не работает, поэтому хочется, чтобы мотивация Скажите, а между собой как ваши артисты уживаются? Хорошо, девчонки бывают иногда что-то вот между собойчики в женском коллективе, а с мальчиком они, конечно, дружно живут Даже вот видите, даже слишком дружно, объясним для тех, кто только сейчас присоединился, Муран такой разговорчивый, потому что его дома ждет любовь в его жизни, новая актриса, да, я так понимаю? Да, он скучает в разлуке, представляете, насколько собаки верные, насколько они надежные, что вот час разлуки и все уже Кать, сколько времени уходит, чтобы за собачками ухаживать? Сколько уходит финансов, не поисто вопросов, да За питью собачками Семьям ли это дорого обходится? Ну, конечно, дорого, но они как бы себя и оправдывают, можно сказать, когда спрашивают у меня, как вы их прокармливаете, я говорю, что это они меня кормят Ну, по уходу, да, очень много, для них нужно длительные прогулки, нагрузки, тренировки, опять же, репетиции И поэтому в день времени, конечно, уходит на них много, учитывая, что у меня еще двое маленьких детей Ага! Серьезно? А они тоже уже дрессируют, пытаются там, то есть, старшая дочка есть Детям хомячков и поколонителей Ей 6 лет, а она, да, она пытается что-то пробовать, но сынок у меня совсем, конечно, еще маленький, он полтора годика Как вы все успеваете, Екатерина? Дети Друзья, вот к тем девушкам, которые родила одного ребенка, ни на что не хватает времени Екатерина, двое детей, пятеро собачек 19 голубей Что? Сколько? 19 голубей Плюс? Вы сейчас не шутите? А где вы их держите? А, у них балкон обустроен под голубятню Я боюсь спрашивать, сколько у вас пауков Нет, нет, все на этом все А вы по-другому представляете свою жизнь или уже нет? Нет, нет, все уже Уже нет А план есть еще на расширение, то есть, на орку завести, хорька? Нет, нет, вы знаете, нет, у меня есть, конечно, одна мечта, но это уже когда будет дом Я очень хочу козликов Еще плюсы козликов? Да, очень хочется козликов А вас ничем не напугать Меня, думаю, что нет, но, думаю, муж испугает А правда говорят, что домашние животные лечат? Ну, они чувствуют, наверное, они снимают стресс, потому что, например, Ариша, вот она очень ласковая, если у меня какое-то эмоциональное потрясение, она вот голову мне вот сюда всегда пропихивает, начинает руку подкидывать, чтобы я вот гладила, и хочешь не хочешь, ты уже отвлекаешься, потому что вот она, хочется ее погладить, когда так просит Ариша антистресс Ариша антистресс Ариша антистресс Ариша антистресс Ариша антистресс Ариша антистресс Один — это даже в путь И если вы любите вашу собаку, то еще больше привяжет ее к вам У каждого по-разному это занимает По степени, как сказать, доходчивости не только собаки, но и человека Иногда некоторые сложные команды приходится разбивать на микро трюки То есть мы сначала подводим к одному, к другому, к третьему, потому что им же не объяснишь, как человеку Вот знаешь, ты вот сейчас должна сделать сальто Она же не подпрыгнет и скажет, да конечно, я сейчас видео посмотрю и сделаю сальто Да-да-да, в ютюбе нет Во-первых, нужна и физическая подготовка И вот мы постепенно будем к этому подводить, начиная с маленьких, с маленьких, вот каких-то мини-команд, мини-трюков Вообще сейчас очень много информации в интернете, как дрессировать собаку Она фильтровать эту информацию, конечно Но главное нужно начать Да, главное нужно начать Это очень заражает Мы вот, кстати, сейчас участвуем в онлайн-марафоне, мозговой штурм называется Там со всей России девочки, кто-то профессионал, кто-то любитель Нам дают команды и на эту команду нам дают 4 дня За 4 дня мы должны ее выучить, отснять видео и отправить А уже профессиональные студии, студии это оценивают Замечательно, желаем вам побед, гастролей Да, спасибо, что пришли Поздравляю вас с днем друзей Спасибо вам, друзья Екатерина Юханова на сегодня была в гостях и ее пахнатые артисты